друзья всем приветики вторые сутки друзья идет снег до сих пор но не такой интенсивный но падает 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 снег идет ребят уже по засыпала на дорогах уже пробки так что мы идем на работу как всегда друзья едем смотрим так заезжаем на заправочку смотрим дизелька 5045 нормально не подорожала это радует сейчас мы заправимся чтобы нам потом не было проблем друзья выехали меня там грузик пропустил я его поблагодарил так что друзья снежок немножко закончился вот время уже пол одиннадцатого слава богу слава богу нормально но под насыпало были мама не горюй будем ехать будем смотреть если не заявочек у нас достаточно больше чем вчера ой 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 ну как обычно не будем ехать туда куда не нужно или будем останавливаться там где нам удобно где лучше сбегать все по стандарту друзья опыт не прокуришь не пропьешь сегодня уличском стал друзья и немножечко так скажем был удивлен выступлением владимира владимировича путина про изменения поправив конституцию да как говорили все политологи изменение конституции ведет к тому что у нас будет президент или он или будущий будет пожизненный вот как-то так так что кто слушал кто смотрел кто в курсе знает ну что теперь поделать будем решать 22 апреля стоит нам делать изменения в конституцию или нет вот как-то так немножко политики немного политики так за вчерашнее видео как всегда всех благодарю от души благодарю за подписки за лайки за дизлайки за комментарии друзья всем главное здоровья а мы как всегда друзья едем смотрим город владивосток что творится на дорогах надо переключиться на четвертую так что так опять играть так все так ну здесь вот смотрю более-менее дорога на выселковой у нас я решил по объездной поехать нам сегодня надо еще и на гершель съездить ну там блин по-любому будет задница по-любому по-любому так что я вчера смотрел что я вчера друзья смотрел я в чего я вчера ничего почти что не смотрел ничего что-то включил ноутбук открыл взглянул осмотреть то почти что нечего сегодня будет после выступления владимира владимировича начнется дискуссии начнутся что за заторчик друзья всем приветики вторые сутки друзья идет снег до сих пор но не такой интенсивный но падает 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 снег идет ребят уже по засыпала на дорогах уже пробки так что мы идем на работу как всегда друзья едем смотрим так заезжаем на заправочку смотрим дизелька 5045 нормально не подорожало это радует сейчас мы заправимся чтобы нам потом не было проблем друзья выехали меня там грузик пропустил я его поблагодарил так что друзья снежок немножко закончился вот время уже пол 11 слава богу слава богу нормально но под насыпала блин мама не горюй будем ехать будем смотреть сегодня заявочек у нас достаточно больше чем вчера ой 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 ну как обычно не будем ехать туда куда не нужно или будем останавливаться там где нам удобно где лучше сбегать все по стандарту друзья опыт не прокуришь не пропьешь сегодня уличном стал друзьям и немножечко так скажем был удивлен выступлением владимира владимировича путина про изменение по праву в конституцию да как говорили все политологи изменение конституции ведет к тому что у нас будет президент или он или будущий будет пожизненный вот как то так так что кто слушал кто смотрел кто в курсе знает ну что теперь поделать будем решать 22 апреля стоит нам делать изменения в конституцию или нет вот как то так немножко политики немного политики так за вчерашнее видео как всегда всех благодарю от души благодарю за подписки за лайки за дизлайки за комментарии друзья всем главное здоровья а мы как всегда друзья едем смотрим город владивосток что творится на дорогах надо переключиться на четвертую так что так опять теперь так все так здесь вот смотрю более-менее дорога на выселковой у нас я решил по объездной поехать нам сегодня надо еще и на решить съездить ну там были по-любому будет задница по-любому по-любому так что я вчера смотрел что я вчера друзья смотрел я в чего я вчера ничего почти что не смотрел ничего что-то включил ноутбук открыл взглянул а смотреть-то почти что нечего сегодня будет после выступления владимира владимировича начнется дискуссии начнутся что за заторчик я уже в 71 микрорайоне друзья качусь еду короче за за низом присаж если правильно я выговорил у нас у старшего брата был такой автомобиль старший брат это у нас кладовщик был он уже взрослый был мужичок такой я его старшим братом называл вот у него такой был прессаж и ну на нем уже ездил там года три наверно там дизель у него дизелек такой был ну я так поинтересовал игру как у тебя брат как он как он у тебя там движется как он на нормально все окей только горит что-то что-то горит солярки просто живет много по 20 литров да что-то не то не может быть гривен у тебя турбовый как турбовый я не всегда ведут турбовые да не может быть и как открывай капот открываем капот у него то рубина стоит но турбина стоит но она не рабочем состоянии игру а ты как говорю машину покупала что даже не знал что у тебя есть турбина не я не в курсе мне никто не сказал ты как вообще машину-то покупал то пришел посмотрел вот дизель большой этот как говорится большой багажник до сюда для семьи нормально купил да и все я ржавый тоже такой корочный потом он решил поставить себе окна дома на первом этаже там живет не помню уже там где-то в районе болячка не я стал ставить окна у себя пластиковая ночь это разговорились и да я тоже себе поставлю бы дорогие как дорогие ну вот такая такая то цена посетом да мне тоже говорит бумажку горит наклеили гид на почтовый ящик либо пишут окно стоимость там 7000 рублей я такой про себя думаю нихрена себе надо поставить вызываю они приходят бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам мне за два дня все окна вставили но и потом счет мне выставляют 150 тысяч я а чё надо платить и пошел как кредит взял оплатил бы я на брат ну ты даешь тоже вы просто там написали 7000 рублей за мануга типа только материал там 7000 рублей это пол окна но и блять мы там ржали но он такой такой мужичок такой знаете беспринципный вообще ну сказали и сказали ну ну купил да купил сделал да сделал ой блять мы над ним ржали блять вообще блять красавчик такой блять так мы сейчас здесь отгрузимся потом на сахалинскую потом проедем там по красивым местам как обычно посмотрим что у нас на тихой ну на тихой как всегда тихо и все дальше едем и дальше едем смотрим виталий то написал я горит не знаю кто такую лапенко лапенко я телевизор не смотрю говорит смотрю то как едем смотрим 125 красавчик молодец спасибо большое от души лапенко кто-то мне там тоже написал это ты чё типа старпер говорит просто не в курсе пацан красава ну если для тебя он красава значит вам обоим надо в дурку ну это я ребят я все про себя к если кому-то нравится то знаете никаких вопросов на вкус и свет товарищи нет а на личность не переходим иначе могу очень грубые слова сказать так грязище у нас конечно как положено здесь мы тоже отгрузитесь на сахалинской здесь мы по кольцу проедем и редко здесь бываем но бываем поэтому колесику мы прокатимся там нам уступить дорогу надо что ж не забыть что нам нужно уступить рыночек у них здесь конечно большая большой большой и такой центр построили давненько построили но его уже ни разу в нем не был но что там делать все одно и то же все одно и то же да домик немного утеплили сайдингом сделали ну красивый дал симпатичный а то был конечно просто такого такого или скажем так ужасного сейчас молодцы молодцы вот мы сейчас с вами на луговую на луговой там бам вот эту коробочку и на эгершель друзья и на эгершель сегодня забыл что я забыл я обез ребят забыл взять представляете я сегодня на голодняке я сегодня на кофе на водичке и на сигаретах ёппараса 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 ты Игорь Николаевич ну вы даёте ну а чё бывает такое ладно поголодаем чуть-чуть а чё то так жрать хочется а чё то так кушать хочется кушать хочется всегда блин какие блин у нас все таки убогие дороги а потом говорят почему Владивосток жопа блин ну кто-то мне говорил не гневите Бога вы ещё не жили в жопе да куда ещё хуже то я понимаю что бывает ещё хуже но хотелось бы лучше да у нас видите сейчас новый новый Ленин будет пожизненный и всё может что-нибудь может что-нибудь изменится опа жестяная банка стоит называется пробокс ой пробокс говорю куба куба нисан куба не пробокс нормальная машинка пробокс хорошая машинка ой 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 тут ещё хуже ой 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 мы аж по встречке друзья с вами обалдеть цирк на воде приезжает у нас нормально цирка на воде кто-то мне сказал ребят трамвайчики у нас пустили новых два трамвайчика кто-то же мне писал что говорит с москвы два подержанных трамвая вам выслали чтоб вы здесь с ума тут не сошли я ещё не видел конечно но мне этот Костян кладовщик сказал я уже на одном прокатился посмотрим посмотрим может увидим я говорю два троллейбуса у нас из восьми троллейбусов у нас два ходит новых и вот говорит два новых трамвайчика ещё посмотрим вот они походу трамвайчики новые или нет да нет вроде это какой-то вообще просто революционерный этот ещё остался с революцией ещё этот я Держинский на нём ещё ездил ёбанзи блять вы такое нам прислали что ли москвичи вы чё совсем на тебя борзели блять ну блин ну не могли нам в столицу то Приморья хоть что-нибудь хорошее прислать то что вам уже не нужно да ай вы бобры ой вы бобры ладно мы не злопамятные но хату спалим мы не злопамятные блять но хату мы вам подпалим блин ну вы даёте я то думал вы блин россияне такую хрень нам прислали вообще просто а вон ребят во 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 шучу шучу вот 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 трамвайчик вон он да блин давай едь блять вот он вот 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 свеженький вот он друзья да не молодцы молодцы спасибо вам спасибо вам огромное кланяемся вам кланяемся товарищи москвичи ха-ха-ха-ха вот это вот у нас древние ходят еще да вот эти ну тот да тот еще был еще держинский на нем ездил это тут уже такой брежнев да а вот это уже путинец путинец да путинец уже пора пора уже вводить такое слово путинка путинец Потому что это все пожизненно, ребята, это уже надо знать, это уже все, это по-любому Трамвай там, не знаю, там, броневик какой-нибудь, все, путинец там и т.д. и т.п. Это все пожизненно будет, это уже к бабке не ходи Че к бабке идти, когда Владимир Владимир все решил Ой, красавчик, ну красавелла Ай-яй-яй-яй Так, нам здесь, друзья, отгрузиться и все Друзья, решил проехаться опять по центру По центру решил прокатиться Нам все равно на Игершель надо ехать, чтобы круги не давать Ну что такое, ну что такое, ребят Здесь объездная дорога туда вверх идет, на Тунгуску, на Третью Рабочую Очень короткий путь Ну и если ты на легковой машине, то очень даже удобно Хорошая дорога Там, как объездная она вообще Не надо ехать через Баляя Ты куда вот едешь, блядь, Таун-Эс или Таун-Айс, блядь Че ты, блядь, тупишься, блядь Что за люди, блядь, что за тупняк Вот Ох ты гад какой Так А вот что, что, друзья Когда по центру еду, всегда молодость вспоминаю А мы всегда тут гуляли, вообще постоянно Постоянно гуляли Центр мне, конечно, в городе очень нравится Есть что посмотреть, есть где прогуляться Куда зайти, где попить кофейку Вообще прекрасно просто Что там, что там, куда мы едем Куда мы едем А-а-а Вы едете в другую сторону, что ли Я не могу понять, там кто-то поворачивал Сейчас мы в цирке посмотрим, что у нас в цирке происходит Цирк на воде Где-то мы видели объявление Цирк на воде Нет, здесь в центре однозначно красота, конечно Что-что, а Центр, конечно, красивый у нас Архитектура здесь, конечно, красивая очень Еще бы немножко в порядок привести А так, нормально Так, что у нас в цирке? Александр Малинин, 5 апреля А вот цирк на воде с 14 марта по 19 апреля Ну, тоже неплохо Целый месяц Опа Мостик наш А тут храм Успения Божьей Матери Белорусики куда-то погнали Сейчас посмотрим, что у нас на площади творится Вот, пацаны-то едут, нормально, молодцы, красавчики Давай, опускаем, опускаем, отвал, опускаем, пацаны Давай, давай чистить, пацаны Вы че, вы Сирена Вот меня убивает, когда поворот начинает показывать Перед самым поворотом они начинают показывать мне поворот Ну, еб, понский городовой Ну, а заранее никак нельзя проинформировать людей, которые едут сзади Ну, я тоже бывают ошибки делаю, конечно На дороге бывает, бывает такое А то опять начну с комментариями говорить Вот, а сам, как ты ездишь, а сам поворотники бывает не выключаешь Бывает, бывает, бывает И на старуху убывает проруха Ильдеботе Ильдеботе Так Что нам покажет сегодня центр? Ох, мы тут раньше, ребят Ночью занимали очередь, когда был дефицит в ГУМе И такая давка была, чтобы что-то купить Чтобы какой-то, не знаю Или какие-нибудь джинсы Или какую-нибудь куртку Или стол Ой, что утворилось И все отлично В центре все отлично Вставали А потом А потом продавали, короче, это все На барахолке, ребят На барахолке На угольной Да, было такое Мы были спекулянты Как их раньше называли Спекулянты Ну, надо было как-то зарабатывать деньги Да Покупали дефицитные вещи Потом их продавали Зато на базаре придешь Все можно было купить Все, ребят Вообще Просто Практически все Что тебе хочется Тоже А потом, я помню Пошел бандитизм Вообще Просто Грандиозный Бандитизм Начали сколачиваться Группы Все стали Крутыми Кожаные куртки И пошло И поехало Я помню Там начали Короче Людей Кто более-менее Скажем так Не мог отпор дать Тоже отбирали Все И кроссовки И куртки И косметику Все-все-все Отбирали Помню Обалдеть Короче Мы по одному Никогда не ездили На барахолку Всегда ездили Двоем Троем Ну, чтобы можно было Хоть как-то Зубы свои показать А иначе Все Против толпы Ты никуда не денешься Обберут До самых трусов Все же были Крутые Обалдеть Даже китайцев Ребята Китайцев Я помню Мы с Рыжим ходили Вообще Я просто Я сюда приехал Вот Сейчас, ребят Скажу вам Сын у меня родился И мы Второй раз пошли Чтобы Сходить в море Потому что Деньги обесценились В 91-м году И в 92-м году Мы сюда приехали Да И с Рыжим Помню Рыжий уже тут был Крутой Короче Купился Кожаную куртку Я помню По-китайскому Идем На русской Китайцы сидят Еще не было Спортивной Никого Они на русской Сидели И он там Подходит Такой деловой Раз там Возьмет Так Это что такое Ну ладно Я у тебя Возьму Китайцы Молчать Вот Это бабушка Идет опять Бабушка У меня нету Денежек Я к тебе С удовольствием Да Вообще Нету Даже Самому На пирожок Нету Я бы тебе Дал И помню Он щемил Эти китайцы Китайцы Говорю Подрежут Говорю Когда-нибудь Он говорит Такой Да Не 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 Че Ты Я Такой Крутой Но это было Недолго Длилось Потом Уже Там уже Сформировались Крутые Банды Уже все Уже начали Делить Каждый По району Начали У кого У кого Тихая У кого Русская У кого Не знаю Там Центр И тому Подобное Там уже все Ты под кем Работаешь А я Я под Григорьевичем Работаю А ты под кем А я под кем Под кем Я помню Ну куда Вот женщины Вот куда 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 Ну что Вы так Нельзя Кто Под кем Работает Кто С кем Работает Ой Что Творилось Что Творилось Да Все Были Крутые Как Говорится А Че Мы Стоим А У нас Стрелочка Не горит Там Яндекс Текси Молодец Яндекс Текси Не нарушает Правила Дружно Движение Так что Девяностые Были тоже Тут Ой Мама Не горюй Короче Да как И везде Как И везде В любом Мне кажется Даже В поселке В поселке Я помню Я в поселок Приехал Я после Моря Приехал К себе Туда Подсвердловск И то У нас там Был старший Старший Был Там Все вопросы Решаются Только Со старшим Понятно У вас Тоже Тут Все Круто Все Какие Возникающие Вопросы Все Это Должно Ити К Старшим Ну Если Какой-то Такой Значительный Такой Конфликт Какой-то Да Или Кто-то Кого-то Обобрал Или Кто-то Кого-то Ограбил Не по делу Но Были случаи Такие Что Знаешь Ты Обращаешься Как говорится За помощью А отбирают И тебя И того Человека И короче Вы Остаетесь Ни с чем И все Ворон Ворону Глаз Не выклюет Давай РВР Есть Такая Машина Митсубиси РВР Ребят Солнышко Пробивается Вообще Просто Шикарно Просто Шикарно Просто Обалденно Инсайт Блядь Перед Самым Блядь Носом Блядь Идиоты Блядь Что Один Что Второй Блядь Там Дурак Блядь Здесь Дура Блядь На короне Японский Городовой Блядь Ну Покажи Ты Поворотник Заранее Что Ты Будешь После Светофора Поворачивать Там Направо Налево Ну Никаких Вопросов Та Нет Блядь Вот Он Два Метра Проехал Блядь И Показывает Поворот Блядь Да Ёб Бонзин Блядь Ну Ёб Бонзин Ну Как Так Там Ладно Махни Игорь Николаевич Рукой И успокойся Че Ты Вот Эта Гостиница Мы Жили Ребят Экватор Была Построена Специально Для Работников Вдали Море Продукта И Было Это Просто Замечательно О Работниках Заботились Ты Приходил С моря Все Были 90% Приезжие Ты Спокойненько Брал Тебе давали Путевку И ты Свободненько Там Жил Тоже Определенное Какое-то Время Было Но Ты Там Жил Никаких Проблем Никаких Не Было Там Сняти Квартир Но Нет Были Конечно Там Семейные Пары Которые Могли Себе Позволить Снять Квартиру Но Это Было Очень Очень Редко А Так В основном Все Жили В гостинице Экономили Деньги Нервы И Без Всяких Проблем Что-то Я Разговорился Да Друзья Ну Ладно Надо Поговорить С вами Пообщаться Рассказать Что-нибудь Так Так Друзья Будет Еще Вечером У нас Погода Изменчивая Она Может Измениться Несколько Раз В сутки Ну Живем У моря Друзья Живем У моря Опа Премио Ну Давайте Премио 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 Ну Эх Вы Какая Премио Так Комрюшечка Какая Ой Какая Красивая Комрюшечка Друзья Так Едем 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 Это Привус Не хочет Ехать Никак Это Наш Студентик Здесь Стоит Там Грузовичок Припарковался Да Грузовичок Припарковался Создает Небольшие Проблемы Небольшие Проблемы Ну Ничего С ним Делать Опа Так СКБ Банк Гелобанк Одни Банки Ой Еще Еще что хотел сказать Друзья Друзья Я Короче Зарегистрировался Короче В ТикТоке И сегодня Выпустил Первый Первый Ролик 15 секунд Показал Что у нас Лучше Лучше попытаться Сделать Чем Не Пытаться И Не Сделать А потом Об этом Жалеть Правильно Правильно Друзья Так что Ничего Там страшного Нет За это Деньги Не берут Так По фану Как говорят Малове Так По фану Ребят Просто Какой Дичь Там Буду Короче Запиливать По приколу И все Так Коротенькие 15 секундные Ой Ебанзи Я там Так и Зарегистрировался